22-летний Никита отбывает наказание за наркотики в колонии уже 5,5 лет. В 2014-м суд вынес ему строгий приговор – 8 лет заключения. Со слов парня сразу был шок, внутренний протест, а затем осознание безысходности и смирения. Сегодня Никита ответственный работник и прилежный ученик. Осваивает швейное мастерство, играет в футбол и волейбол, а еще получает высшее образование. Образование транспортная логистика, второй курс. Сейчас у нас получается четвертый семестр, все в ход, идем, потихоньку учимся. Насколько успешно сдаешь экзамены, расскажи. Ну, как экзамены таковых не было, были контрольные тесты, практически 7-8 от самоказин. Вместе с Никитой дистанционно обучается еще с десяток осужденных. В колонии созданы все необходимые условия, но за это платят родители. Среднее и среднеспециальное – бесплатно. На выходе аттестат без всяких штампов о заключении. В 2011 году наша школа взяла 6 дипломов. Следующим в порядке был лицей Белгосуниверситета. 4 диплома. Так что показатель, как видите. Сегодня в колонии 220 осужденных, и каждый может выбрать досуг. Здесь насыщенная культурная жизнь, своя команда КВН и театр. Широкий спектр спортивных направлений. В маленьком мире за колючей проволокой есть даже свой приход. Мы учились писать просто записки, правильно, родительные, поддержительные, тому подобное. Уже хорошо это показатели. Когда они действительно научились поведаться сейчас, после последнего богослужения, мне было на самом деле радостно, когда они понимают уже, что есть исповедь. Медсанчасть, просторные столовые и место для долгосрочных свиданий. При хорошем поведении каждый минимум 4 раза за год может видеться с родными. И речь идет не об одном часе. Дается прекрасные возможности встречи с родственниками до трех суток. Есть возможности общения. Поэтому это намного лучше, чем изоляция. Но все-таки это не в обществе. Поэтому нам нужно делать так, чтобы возвращая в обществе, было им легче. Гости признались, они готовы оказывать помощь в ряде инициатив. У руководства колонии целый список креативных идей. Но они, как минимум, требуют финансовых вложений. Со слов представителей ЮНИСЕФ, уже в мае появится возможность тесного сотрудничества с МВД Республики. И в частности, с воспитательной колонией в Бобруйске. Все, чтобы у оступившихся детей была возможность получить новые полезные навыки жизни. Ангелина Дикон, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.